пистолет игрушечный срок реальный следственный комитет раскрыл подробности разбойного нападения на столичный ломбард ты мне оттуда все давай быстрее насколько награбил преступник пока все спали деревне брожа горел магазин если вы стали очевидцем какого-либо происшествия в данном случае пожара нужно незамедлительно позвонить в ручье с посту один какие последствия гонка на короткую дистанцию в бобруська задержали пьяного бесправника что грозит горе водителю это сирена громкий чп за неделю страшная правда жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте не получилось нажиться следственный комитет раскрыл подробности разбойного нападения в столице в 2016 согласно материалам дела вечером 15 сентября неизвестно зашел в ломбард на проспекте пушкина достал пистолет и начал требовать деньги сотрудница отказалась выполнять его требования после неудачной попытки разжиться деньгами преступник скрылся по горячим следам его не смогли задержать правоохранители продолжали поиски в мае 2022 мужчину арестовали нападавший полностью признал свою вину и рассказал что в тот момент был пьян возбуждено уголовное дело грабитель угрозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискации имущества или без нее дорога в один конец в бобруйском районе погиб мужчина авария произошла во вторник в деревне слободка около 4 утра водитель автомобиля дав съехал с проезжей части и не учел временные знаки в результате протаранил бетонные ограждения и столкнулся с полуприцепом припаркованного маза от полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте по предварительным данным он уснул за рулем временно не работает в бобруйском районе горел магазин чп произошло в деревне брожа тревогу забили соседи известно что торговый объект был закрыт спасатели ликвидировали возгорание но огонь успел наследить повреждено имущество и товар внутри павильона деформированы стены и кровли пострадавших нет спасатели по-прежнему напоминаю что если вы стали очевидцем какого-либо происшествия в данном случае пожара нужно незамедлительно позвонить в мчс по 101 либо 112 сообщить диспетчеру точный адрес и что происходит для того чтобы спасатели моментально среагировали на данное сообщение сейчас специалисты выясняют причину происшествия одна из версий нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования всего же с начала года в бобруйский районе произошло 105 пожаров огонь унес жизни 18 человек 20 удалось спасти во власти зеленого змея в бобруйска задержали пьяного бесправника инцидент произошел на гагарина сотрудники гаи попытались остановить микроавтобус но водитель проигнорировал это требование и решил скрыться во дворах погоня длилась недолго гонщика задержали им оказался 30-летний местный житель освидетельствование показала 159 промилле алкоголя подобное нарушение для мужчины не первое теперь ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы август в разгаре на термометре стабильный плюс люди спасаются от жары на водоемах причем как в оборудованных местах так и запрещенных чтобы предотвратить трагедию сотрудники увд проводят профилактические рейды датьяна горбач о том как не пополнить печальную статистику солнце в зените карьер на форштадте рядом 17 школы сотрудники омон совместно с инспекцией по маломерным судам обследуют береговую линию в поле зрения попадает резиновая лодка мужчина явно занимается браконьерством да и о собственной безопасности не позаботился отсутствует спасательный жилет вину осознал очень частые нарушения на водоемах происходит из-за того что судовладельцы не берут с собой судовой билет сертификат на право управления маломерным судом то есть техосмотр также жилеты за нарушение до управления маломерными судами предусмотрено предупреждение и штраф 0 5 базовых следующая остановка несанкционированный пляж возле очистных двое нетрезвых мужчин после водных процедур отдыхают под кустом в обстановке далекой от эстетичной рядом пластиковая бутылка с горячительным здравствуйте милиция граждане здравствуйте как дела у вас что случилось помыли знать покупание запрещено здесь почему состояние коней не находится здесь вблизи водоема любителей выпить доставляют в отделение милиции для дальнейшего разбирательства следующий пункт пожарный водоем в киселевичах месяц назад здесь утонул подросток тело 14-летнего мальчика нашли в трех метрах от берега но трагедия явно ничему не учит женщина непринужденно плавает в опасном озере и кажется не задумывается о последствиях в бобруйске закупальный сезон стихия унесла жизни семи человек из них двое несовершеннолетние все взрослые погибли в состоянии алкогольного опьянения дети из-за того что одни купались в неустановленных местах сотрудники увд бобруйского госполкома с другими заинтересованными лицами на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в местах массового отдыха граждан начало купального сезона на территории города бобруйска было привлечено 94 человека за распитие и нахождение в состоянии алкогольного опьянения местах массового отдыха граждан то есть вблизи водоемов а также 64 человека было привлечено за купание в неустановленном месте в городе действует четыре санкционированных пляжа центральный в приберезенском микрорайоне вблизи здравницы имени ленина и санатория шинник здесь оборудованы раздевалки душевые и туалеты есть питьевые фонтанчики летние кафе дежурят спасатели ежедневно берутся пробы воды по результатам лабораторных исследований проведенных 9 августа текущего года выявлено несоответствие на всех четырех пляжах разрешенных поэтому у нас продолжают действовать ограничительное мероприятие полностью запрещено у нас купаться на пляже центральном и на пляже санаторий имени ленина на пляжах санаторий имени шинника и на пляже 6 микрорайона ограничено купаться только дети жара не отступает вместе с ней накаляется обстановка на запрещенных пляжах спасатели практически ежедневно фиксируют новые жертвы летнего отдыха с начала года в беларуси утонуло уже 272 человека и это прямое доказательство вода ошибок не прощает аграрный квартет в горецком районе предотвратили кражу пшеницы правоохранители задержались по личным четырех местных жителей мужчины пытались похитить урожай с техники которая находилась прямо в поле как выяснилось 25-летний комбайнер в конце рабочего дня целенаправленно оставлял зерно в бункере а вечером вместе с подельниками планировал вывести его машина изъята а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело 5 тонн пшеницы на общую сумму более 2 тысяч рублей возвращены хозяйству это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я максим кембель увидимся через неделю